Ты подходишь к перекрестку, горит зеленый сигнал. Можно идти? Положим. Вопрос простой, только на первый взгляд. Его задал профессиональный автогонщик Андрей Пазычев. Он рекомендует ребятам, находясь на дороге, прежде всего думать. Если горит зеленый свет, то это не значит, что кто-то не пытается проскочить на красный. А за секунду автомобиль в городе преодолевает порядка 10 метров. Первый этап акции стартовал из Сочи в Краснодар через Туапсе и Горячий Ключ. В этот раз маршрут начался в краевом центре и проходил через Абинск и Крымск. Только собственным примером мы можем научить и воспитать наших детей. На сегодняшний день это тот самый пример, что за рулем автомобиля находится человек, который умеет быстро и любит быстро ездить, но делает это только там, где подготовлены трассы и треки. А на дороге, как и каждый из участников дорожного движения, обязан соблюдать правила. Андрей – победитель международных трофе-рейдов. Он поддержал власти города-курорта в борьбе с незаконным джипингом. Его автомобиль лишь с виду напоминает заводской УАЗ. Однако все изменения согласованы со специальным институтом. По его словам, гаражный тюнинг не учитывает интересы других участников движения, а также пассажиров. Один человек, который действует небезопасно, за рулем, будь он не за рулем, он подвергает опасность не только себя, но и всех окружающих себя людей. Это вот очень важный момент. Если хочешь адреналина, хочешь себя проявить, хочешь получить единую оценку, потому что спорт – это в первую очередь единая система оценок, стать мастером спорта, мастером спорта международного класса, будь добр, занимайся спортом в специальных для этого созданных условиях. Сергей Гаврилин со школьными друзьями примеряет кресло автогонщика. Говорит, что сам любит мотоциклы. Организаторы акции говорят, что сегодняшние школьники завтра станут водителями. Общаться с ними именно на этой стадии важно. Кроме того, дети влияют на поведение взрослых. Желающие смогут на специальном бланке обратиться к водителю, который нарушил правила. Письмо он получит вместе с квитанцией о штрафе. По словам Владимира Вяткина, такой аргумент порой действеннее любого административного наказания. В Анапском ГИБДД еще раз призвали соблюдать правила, быть внимательными на дороге. Школьники получили специальные цветоотражающие значки, которые можно будет закрепить на одежду или портфель.